Вы смотрите новости на ТВ 21+. Спасибо, что остаетесь с нами. Все будет хорошо. С этой фразой Дарья Александрова встречает каждый день. Она занимается волонтерской деятельностью, растит дочку, ходит на вокал и работает в Кольской ГМК. Мы продолжаем знакомить вас с молодыми сотрудниками компании Норникель в рубрике «Молодежка.НН». Дарья Александрова с детства мечтала стать актрисой. Даже рассматривала вариант поступления в Институт искусств, но в итоге выбрала другую специализацию. Вот уже более двух лет работает в Кольской ГМК, отделе управления сбыта. Она заведует маршрутами, определяет, куда и кем будет доставлен ценный груз. Это ее первое официальное трудоустройство. Уходить в другую компанию не хочет. Я вижу очень большие и радужные перспективы, на самом деле, работая в Норникеле. Это именно та организация, которая дает возможность развиваться не только в одном направлении, а работая, допустим, в своем каком-то отделе, подразделении, ты можешь развиваться в абсолютно разных направлениях. Дарья за всю свою жизнь чем только не пробовала заниматься. Баскетбол, волейбол, лыжи и даже ходила на карате. Недолго испытала себя в танцах, но нашла себя в пении. Вокалом Дарья занимается с подросткового возраста. Победительница различных конкурсов, как региональных, так и федеральных. Спустя столько лет девушка до сих пор скромничает и говорит, что она не профессионал, а любитель, который с душой подходит к этому делу. Для нее это как медитация, особенно после работы. Пение помогает ей расслабиться и отлучиться от повседневных проблем. Очень забавный на самом деле был один раз случай в моей жизни. Это было в Манчегорске. По-моему, я ехала с работы и заиграла какая-то песня по радио. Я сидела в телефоне в этот момент, особо мысли были где-то витали в облаках. И я понимаю в один момент, что я начинаю петь. И я пока еще неосознанно это делала, мне стали люди в маршрутке подпевать. Кроме музыки, Дарья очень помогает отвлечься от ежедневных хлопот волонтерская деятельность. Начиная с восьмого класса, она занялась этим всерьез. Раздавала георгиевские ленточки, помогала пенсионерам и детским домам, участвовала в городских акциях. А когда устроилась в Кольскую ГМК, это дело не забросило и влилась в корпоративное добровольчество. Мне на самом деле не тяжело совмещать ничего, потому что когда ты делаешь то, что ты любишь, то, что тебе нравится, ты вообще как-то не замечаешь этих временных рамок, потому что ты на своей волне, в своей эпостаси и тебе очень комфортно. Один из проектов, в котором участвует Дарья, «Экомарафон» понеслось. В нынешнем году вместе с командой они дают новую жизнь старым спортивным площадкам. Мы придумали такую историю, что у нас есть очень много уже таких устаревших, морально уставших спортивных площадок, и мы хотим делать их реконструкцию. И реконструкцию с помощью переработанных отходов. То есть это резиновое покрытие из переработанных покрышек, скамейки или трибуны из бэушных деревяшек и стойки под щиты из старого металлолома. Среди прочего, Дарья стала одним из активистов фестиваля «Сияние», который проходил в августе. Помогала ей на площадке с печатью на футболках Галина Дударова. С Дарьей они знакомы с экосмены, когда она показывала яркую презентацию своего проекта. После этого часто встречались и на других мероприятиях. Но в этот раз Дарья стала ее куратором. Она очень хороший куратор, очень распределяет обязанности, четко мониторит все передвижения, кому что, какие обязанности. Свободное время Дарья старается проводить с дочкой. Иногда даже берет ее на мероприятие, которое сама организует. В планах у нее открыть арт-студию для жителей города, где любой человек сможет найти свое творческое направление – от вокала до гончарного искусства. Девушка считает, что любая мечта исполнима. Главное – правильно поставить цель. И с каждым днем она движется к ее достижению. Я сейчас считаю смету. У нас классно, что в регионе идет большая поддержка молодых, амбициозных ребят. И я в первую очередь планирую податься на региональный грант, который у нас от губернатора Мурманской области. А также планирую вступить в программу социального предпринимательства, который реализует Нурникель, который дает беспроцентные займы на какие-то интересные бизнес-идеи. Благодаря ее активности и успехам в работе, в сентябре девушку перевели в другой отдел и повысили по должности. Теперь она главный специалист отдела благотворительных программ и корпоративных сообществ. И уже стала куратором двух проектов. Кирилл Грапиняк, Максим Чинкин, ТВ21+. Кирилл Грапиняк, Максим Чинкин, ТВ21.